МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Гомеле прошли торжественные мероприятия по случаю празднования Дня Единения Народов России и Беларуси. На Гомельском химическом заводе состоялась презентация нового оборудования. Делегация Брянской области приняла участие в мероприятиях, посвященных Дню Единения Народов Беларуси и России, которые состоялись в Гомеле. На торжественное заседание и праздничный концерт пригласили представителей трудовых коллективов, учебных заведений, общественных организаций, ветеранов войны и труда. В свою очередь, делегация во главе с Гомельским отделением Белорусского фонда мира с миротворческим визитом побывала на Брянщине. Обо всем по порядку в сюжете наших корреспондентов. Девушки в национальных костюмах и традиционный славянский хлеб-соль. На границе Беларуси и России гостей из Брянской области встречают не только как деловых партнеров, а в первую очередь как дорогих друзей. Вообще, тезные контакты между регионами начались в 1999 году, когда администрация Брянской области и Гомельский областполком подписали соглашение о торгово-экономическом приграничном сотрудничестве. Кроме того, сегодня заключено 9 договоренностей о побратимских и партнерских связях между отдельными районами. Вместе с Московской областью и городом Москвой Брянщина является крупнейшим партнером Гомельской области в экономической сфере. Правда, в течение двух последних лет товарооборот между регионами начал сокращаться. Но, как убеждены обе стороны, эта тенденция изменится в самое ближайшее время. Мы с вами по Сельмашу только выходим на полторы тысячи комбайнов в год. Сегодня легкая промышленность на Брянщине уже получила хороший размах. Ваша пищевая промышленность большой ассортимент товаров поставляет на Брянщину. Я думаю, что вот с приходом нового губернатора Александра Васильевича Богомаза мы в ближайшее время подпишем соглашение между Брянской и Гомельской областью и будем развивать наше сотрудничество. В истории наших стран много общего. Белорусы строили в России Байкало-Амурскую магистраль и занимались освоением нефтяных месторождений. В этой стране и сейчас много населенных пунктов, большинство жителей которых – этнические белорусы. В свою очередь, Беларусь стала второй родиной для тысяч россиян, которые помогали нашей стране строить современные заводы. Еще раньше наши народы вместе боролись с оккупантами за общую победу и общую родину. В этом году об этом вспоминают особенно часто. Многие акции, приуроченные к 70-летию Великой Победы, пройдут по территории обеих стран. Мы проводим акции по автопробегам, конным пробегам, которые проходят через Республику Беларусь. Есть автопробег, который продлится до самого Берлина. Также у нас передача «Знамени Победы», которая также пройдет у вас здесь, на вашей земле. И множество акций молодежных, фестивалей всеразличные. С каждым годом укрепляется и двустороннее отношение между районами Брянщины и Гомельским отделением Белорусского фонда мира. На этот раз накануне знаковой даты местом для визита выбран поселок Красная Гора. Совместные мероприятия начинаются с возложения венков и до неуважения погибшим на фронтах Великой Отечественной. 25 апреля Красногорский район России, Краснопольский и Чечерский районы Белоруссии проведут факельную эстафету по местам боевой славы. Еще одна акция пройдет по инициативе российской стороны. Кстати, значительная часть уроженцев, освобожденной в 43-м году Брянской области, погибла во время боев на территории Гомельщины. Мы уже договорились с районами Ветковского района, Чечерского района, Краснопольского района, что 8 мая наши делегации поедут туда возлагать цветы, отдать дань уважения нашим землякам. Пожалуй, центральная часть празднования Дня Единения – совместный концерт. Здесь нет профессиональных артистов, но в зале абсолютная поддержка. Во всяком случае, на искренние аплодисменты россияне не скупятся. Кстати, пока одни выступают перед зрителями, другие разминаются в кулуарах. Выходить на сцены российских домов культуры белорусам не впервой, но все равно хочется оставить о себе самое лучшее впечатление. В рамках Единения народов Белоруссии и России наши дружеские связи с Красногорским районом, Кордеевским и Брянской областью процветают, и мы постоянно обменяемся творческими концертами и встречами на наших землях. Во время пребывания на Брянщине представители обеих делегаций констатируют, сегодня для взаимовыгодного сотрудничества не существует никаких препятствий. Тем более, что и граница между Белоруссией и Россией в значительной степени условная. Для жителей приграничных районов это вообще больше граница, которая разделяет сельхозугодие. Однако и здесь при необходимости стороны всегда помогают друг другу, плюс всегда стараются перенимать то лучшее, что есть у соседей. Мы ищем какие-то варианты, может быть, в бизнесе, у них более активнее он развивается, бизнес индивидуальный, предприниматель, малые предприятия образовываются, предприятия с различной формой собственности. Мы учимся и в этом плане у наших друзей в Красногорском районе. На Гомельском химическом заводе завершена реализация инвестиционного проекта общей стоимостью в 207 миллиардов рублей. За эти средства на предприятии проведена реконструкция цеха фосфорной кислоты, что позволит использовать различные виды сырья и таким образом уменьшить зависимость от конъюнктуры рынка. Кроме того, высокий технологический уровень нового оборудования позволяет повысить экологическую безопасность и снизить все виды производственных затрат. Наша съемочная бригада посетила производство. Сегодня Гомельский химический завод – одно из ведущих предприятий нефтехимической отрасли Беларуси и крупнейшее в стране, где производят минеральные удобрения с содержанием фосфора. Для того, чтобы обеспечить возможность стабильной работы в условиях нестабильного рынка, здесь не только внимательно изучают новые технологии, но и постоянно ведут модернизацию производства. Только в этом пятилетии на реализацию инвестиционной программы планируется направить около 80 миллионов долларов. Можем производить фосфорные удобрения с различных, даже низкосортных источников фосфатного сырья. При этом, что мы достигаем? Увеличение производительности в порядка полтора раза, соответственно, и увеличение выпуска конечного продукта, фосфорных минеральных удобрений в полтора раза. При этом достигается снижение затрат, прежде всего, энергетических. Инвестпроект по реконструкции цеха фосфорной кислоты реализовывался в течение трех лет. В основу положили передовые разработки ведущего российского института в области производства фосфорной кислоты, а также результаты многолетних исследований, проведенных на заводах Российской Федерации и Литвы. Новое производство позволит снизить зависимость Гомельского химзавода от конъюнктуры рынка. Сейчас предприятие может одинаково эффективно работать как на российских апатитах, так и на африканских фосфоритах. Причем отходы производства больше не будут создавать экологические проблемы. После дополнительной обработки их можно использовать в строительной отрасли. По большому счету от масштабов и темпов реконструкции Гомельского химического завода сегодня зависит ситуация в агропромышленном комплексе Белоруссии. Более 80% производимой здесь продукции поставляется на внутренний рынок, что напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. Уже сейчас можно говорить, что за счет снижения расхода тепла и электроэнергии будут снижены затраты на производство фосфорной кислоты и, как следствие, на фосфорные удобрения, которые должны соответствовать самым строгим европейским требованиям. Мы обеспечиваем весь платежеспособный спрос, но главный ориентир завода – это, конечно, производство с продукцией, которая 100% может быть востребована на рынках дальнего зарубежья. И в данном случае это, наверное, главный сегодня ориентир. В Доминской области стартовала неделя российского кино, приуроченная ко дню единения народов Белоруссии и России, которая продолжится до 8 апреля. Среди новинок, предлагаемых зрителям, комедии «Женщины против мужчины и призрак», анимационный фильм «Чародей равновесия. Тайна Сухаревой башни» в формате 3D, семейная мелодрама «Счастье это» и военная драма «Битва за Севастополь». К слову, именно этот фильм открыл и заключительный этап областного кинофестиваля «70 лет без войны». Примерный показ ленты состоялся в Гомельском кинотеатре имени Калинина, на котором побывали и наши корреспонденты. На входе гостей встречают женщины в военной форме, а в холле кинотеатра разместились выставки оружия, морских кораблей и детских рисунков. Жители областного центра смогли по-настоящему окунуться в военную атмосферу и сделать интересное фото на память. О самых эрудированных вопросах истории Великой Отечественной ждали подарки в виде бесплатных билетов на любые сеансы. Особенно потрясло присутствующих выступления Марии Амельчук. Она попала на фронт в качестве медика уже на второй день войны. Девушке на тот момент было всего 20 лет. «Мы выносили с поля боли раненых, спасая им жизнь, порой рисковали своей. В госпитале, когда я служила, прибывали тяжелораненые с большой потерей крови. Мы не задумывались, давали кровь, чтобы спасти раненого от смерти». «Битва за Севастополь» — это подлинная история о женщине-снайпере Людмиле Павличенко. Этот фильм рассказывает о том, что не только мужчины совершали великие подвиги. Многие женщины на равных шли в бой и внесли не меньший вклад в общую победу над врагом. «Фильм очень патриотичный, поэтому для нашего общества, для того, чтобы наши дети не забыли прошлое, наших родителей, наших дедушек, бабушек». Особенностью премьерного просмотра военной драмы «Битва за Севастополь» стала возможность каждого зрителя поучаствовать в благотворительной акции. Все собранные во время проведения мероприятия средства будут направлены на восстановление памятника погибшим комсомольцам по улице Жарковского. «Я считаю, это очень благое дело, в котором каждому человеку, каждому зрителю предоставлено право внести, пусть небольшую свою, но лепту, в то, чтобы память о великом подвиге нашего народа жила много-много-много веков». На этом наша программа завершена. Смотрите «Стапиту новостей» по понедельникам в 7 утра на телеканале «Беларусь-2». С вами был Александр Гамоля. Всем хорошей недели. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok